Дни сменялись днями, проходили месяцы, а я все продолжала удивлять, а иногда и ужасать своих родных и близких, и очень часто саму себя множество моих новых, невероятных и не всегда совсем безопасных приключений. Так, например, когда мне исполнилось 9 лет, я вдруг по какой-то мне неизвестной причине перестала есть, чем очень сильно напугала маму и расстроила бабушку. Моя бабушка была настоящим первоклассным поваром. Когда она собиралась печь свои капустные пироги, на них съезжалась вся наша семья, включая маминого брата, который жил в то время в 150 километрах от нас и, несмотря на это, приезжал специально из-за бабушкиных пирогов. Я до сих пор очень хорошо и с очень большой теплотой помню те великие и загадочные приготовления. Пахнущие свежим дрожжами теста, всю ночь поднимавшиеся в глиняном горшочке у плиты, а утром превратившиеся в десятки белых кружочков, разложенных на кухонном столе и ждущие, когда же уже настанет час его чудесного превращения в пышные пахнущие пироги. И бабушка с белыми от муки руками сосредоточена орудущей у плиты. И еще я помню то нетерпеливое, но весьма приятное ожидание, пока наши жаждущие ноздри не улавливали первые изумительно вкусные и тончайшие запахи пекущихся пирогов. Это всегда был праздник, потому что ее пироги любили все, и кто бы в этот момент не заходил, ему всегда находилось место за большим и гостеприимным бабушкиным столом. Мы всегда засиживались допоздна, продлевая удовольствие за чаепитимным столом, и даже когда наше чаепитие заканчивалось, никому не хотелось уходить, как будто вместе с пирогами бабушка впекала туда частичку своей доброй души, и каждому хотелось посидеть еще и погреться у ее теплого, уютного домашнего очага. Бабушка по-настоящему любила готовить, и что бы она ни делала, это было необыкновенно вкусно всегда. Это могли быть сибирские пельмени, пахнущие так, что у всех наших соседей вдруг появлялась голодная слюна. Или мои любимые вишнево-творожные ватрушки, которые буквально таяли во рту, оставляя надолго изумительный вкус теплых свежих ягод и молока. И даже ее самые простые квашеные грибы, которые она каждый год квасила в дубовой кадушке со смородиновыми листьями, укропом и чесноком, были самыми вкусными, которые я когда-либо ела в своей жизни. Несмотря на то, что на сегодняшний день я объездила больше половины света и перепробовала всевозможные лакомства, о которых, казалось бы, можно было только мечтать. Но тех незабываемых запахов одурительного вкусного бабушкиного искусства никогда не могло затмить никакое, даже самое изысканно рафинированное заграничное блюдо. И вот, имея такого домашнего чародея, я к всеобщему ужасу моей семьи в один прекрасный день вдруг по-настоящему перестала есть. Теперь я уже не помню, был ли для этого какой-либо повод, или это просто произошло по какой-то мне неизвестной причине, как это обычно происходило всегда. Я просто начисто потеряла желание прикасаться к любой мне предлагаемой пище. Хотя никакой слабости или головокружения при этом не испытывала, а наоборот, чувствовала себя необычайно легко и совершенно великолепно. Я пыталась объяснить все это моей маме, но, как я поняла, она была сильно напугана моей новой, очередной выходкой и ничего не хотела слышать, а только честно пыталась заставить меня что-то глотать. Мне становилось очень плохо, и от каждой новой порции принимаемой пищи рвало. Только лишь чистая вода принималась моим истерзанным желудком с удовольствием и легко. Мама уже была почти что в панике, когда к нам совершенно случайно зашла наш тогдашний семейный врач, моя двоюродная сестра Дан. Обрадованная ее прихода, мама, конечно же, тут же рассказала ей всю нашу ужасную историю о моем голодании. И как же я обрадовалась, когда услышала, что ничего такого уж страшного в этом и нет, и что я могу на какое-то время быть оставлена в покое без насильственного запихивания в меня еды. Я видела, что моя заботливая мама в это совсем не поверила. Но деваться было некуда, и она решила оставить меня в покое хотя бы на какое-то время. Жизнь сразу стала легкой и приятной, так как чувствовала я себя абсолютно прекрасно. И больше уже не было того постоянного кошмарного ожидания, спазмов желудка, которые обычно сопровождали каждую малейшую попытку принятия какой-то пищи. Это продолжалось примерно около двух недель. Все мои чувства обострились, и восприятия стали намного ярче и сильнее. Как бы выхватывалось что-то самое важное, а остальное уходило на второй план. Мои сны изменились, или вернее, я стала видеть один и тот же повторяющийся сон. Как будто я вдруг поднимаюсь над землей и иду свободно, не касаясь пятками пола. Это было настолько реальное и невероятно прекрасное чувство, что каждый раз, просыпаясь, мне немедленно хотелось обратно. Этот сон повторялся каждую ночь. Я до сих пор не знаю, что это было и почему. Но это продолжалось и после, спустя много-много лет. И даже теперь, перед тем, как проснуться, я очень часто вижу тот же самый сон. Как-то папин брат приехал в гости из города, в котором он в то время жил, и во время разговора сказал папе, что недавно он видел очень хороший фильм, и начал его рассказывать. Каково же было мое удивление, когда я вдруг поняла, что уже наперед знаю, о чем он будет говорить. И тогда я совершенно точно знала, что никогда не видела этот фильм. Я могла его рассказать от начала до конца со всеми подробностями. Я никому об этом не сказала, но решила понаблюдать, появится ли что-либо подобное в чем-то еще. Ну и, естественно, мое обычное новенькое не заставило себя долго ждать. В то время в школе мы проходили старые античные легенды. Я была на уроке литературы, и учительница сказала, что сегодня мы будем проходить песнь о Роланде. А вдруг, неожиданно для самой себя, я подняла руку и сказала, что могу рассказать эту песнь. Учительница очень удивилась и спросила, часто ли я читаю старые легенды. Я сказала, что не часто, но эту я знаю. Хотя, честно говоря, пока что понятия не имела, откуда. И вот, с того же дня я начала замечать, что все чаще и чаще в моей памяти открываются какие-то незнакомые моменты и факты, которых я никаким образом не могла знать, и с каждым днем их появляется все больше и больше. Я немножко уставала от всего этого наплыва, незнакомой информации, которой по всей вероятности для моей детской психики в то время было просто многовато. Но, так как оно откуда-то приходило, по всей вероятности для чего-то это было нужно. И я совершенно спокойно все это принимала точно так же, как всегда принимала все незнакомое, что приносила мне моя странная и непредсказуемая судьба. Правда, иногда эта информация проявлялась в весьма забавной форме. Я вдруг начинала видеть очень яркие образы незнакомых мне мест и людей, как бы сама в этом принимая участие. Нормальная реальность исчезала, и я оставалась в каком-то закрытом от всех остальном мире, который могла видеть лишь я одна. И вот так я могла оставаться долгое время, стоя столбом где-нибудь посредине улицы, ничего не видя и ни на что не реагируя. Пока какие-нибудь перепуганные сердобольные дяди или чёди не начинали меня трясти, пытаясь как-то привести в чувства и узнать, все ли со мной в порядке. Несмотря на свой ранний возраст, я тогда уже, по своему горькому опыту, прекрасно понимала, что все то, что постоянно происходит со мной, для всех нормальных людей, по их обычным и привычным нормам, казалось абсолютно ненормальным. Хотя по поводу нормальности я готова была спорить с кем угодно уже тогда. Поэтому, как только кто-то в одной из этих необычных ситуаций пытался мне помочь, я обычно старалась как можно быстрее убедить, что у меня совершенно все хорошо и что абсолютно не надо за меня волноваться. Правда, убедить мне удавалось далеко не всегда. И в таких случаях это кончалось очередным звонком моей бедной железобетонно терпеливой маме, которая после звонка, естественно, приезжала меня забирать. Вот такой была моя сложная и порой смешная детская реальность, в которой я жила в то время. И так как другого выбора у меня не было, то приходилось находить свое светлое и прекрасное даже в том, в чем другие, думаю, не нашли бы этого никогда. Помню, как-то после очередного моего необычного происшествия я грустно спросила бабушку. Почему? Почему моя жизнь такая непохожая на всех остальных? Бабушка покачала головой, обняла меня и тихо ответила. Жизнь, моя милая, на десятую долю состоит из того, что с нами происходит, и на девять десятых из того, как мы на нее реагируем. Реагируй весело, малыш. Иначе временами может быть очень непросто существовать. А что непохожая, так мы все вначале так или иначе непохожи. Просто ты будешь расти, и жизнь начнет все больше и больше подкравить тебя под общие мерки. И все будет зависеть только лишь от тебя. Хочешь ты быть такой же, как все? И я не хотела. Я любила свой необычный красочный мир и не променяла бы его ни на что и никогда. Но, к сожалению, каждое прекрасное стоит в нашей жизни очень дорого. И надо это по-настоящему очень сильно любить, чтобы не было больно за это платить. А как нам всем очень хорошо известно, платить приходится, к сожалению, за все и всегда. Просто, когда делаешь это сознательно, остается удовлетворение от свободного выбора. Когда твой выбор и свободная воля зависит только от тебя. А вот за это, по моему личному понятию, по-настоящему стоит платить любую цену. Даже если это иногда и очень дорого для тебя самого. Но вернемся к моему голоданию. Прошли уже две недели, а я все еще к большому огорчению моей мамы ничего не хотела есть. И, как ни странно, физически чувствовала себя сильно и совершенно прекрасно. А так как выглядела я тогда, в общем-то, весьма хорошо, постепенно мне удалось убедить маму, что ничего плохого со мной не происходит. И ничего страшного мне, видимо, пока не грозит. Это было абсолютной правдой, так как я по-настоящему чувствовала себя великолепно, если не считать того сверхчувствительного психического состояния, которое делало все мои восприятия, может быть чуточку слишком оголенными. Краски, звуки и чувства были такими яркими, что от этого иногда становилось тяжело дышать. Думаю, эта сверхчувствительность и явилась причиной моего следующего и очередного невероятного приключения. В то время на дворе была уже поздняя осень, и группа наших соседских ребят после школы собралась в лес за последними осенними грибами. Ну и, естественно, как обычно, я собралась с ними пойти. Погода стояла на редкость мягкая и приятная. Все еще теплые солнечные лучи яркими зайчиками скакали по золотой листве, временами просачиваясь до земли и согревая ее последним прощальным теплом. Нарядный лес встречал нас в своем празднично-ярком осеннем наряде и словно старый друг приглашал в свои ласковые объятия. Мои любимые позолоченные осенью стройные березы при малейшем ветерке щедро роняли на землю свои золотые листья монетки. И, казалось, не замечали, что уже очень скоро они останутся один на один со своей наготой и будут стыдливо ждать, когда же весна снова оденет их в ежегодный нежный наряд. И только величавые вечно зеленые ели гордо отряхивали старую хвою, готовясь стать единственным украшением леса в течение долгой и, как всегда, весьма бесцветной зимы. Под ногами тихо шуршали желтые листья, пряча последние сыроежки и грузди. Трава под листьями была теплой, мягкой и влажной и как бы приглашала по ней ступать. Я, как обычно, сбросила свои ботинки и пошла босиком. Я обожаю всегда и везде ходить босиком, если только появлялась такая возможность. Правда, за эти прогулки очень часто приходилось расплачиваться ангиной, которая иногда бывала весьма продолжительной. Но, как говорится, игра стоила свечи. Без обуви ноги становились почти что зрячими, и появлялось особенное острое чувство свободы от чего-то ненужного, что, казалось, мешало дышать. Это было настоящее, ни с чем не сравнимое маленькое удовольствие. И за него стоило иногда заплатить. Мы с ребятами, как всегда, разделились парами и пошли кто куда. Очень скоро я почувствовала, что какое-то время иду уже одна. Не могу сказать, что это меня испугало. Леса я не боялась вообще. Но стало как-то не по себе от странного чувства, что за мной кто-то наблюдает. Решив не обращать на это внимания, я продолжала спокойно собирать свои грибы. Но постепенно чувство наблюдения усиливалось, и это уже становилось малоприятным. Я остановилась, закрыла глаза и попробовала сосредоточиться, чтобы попытаться увидеть того, кто это делал. Как вдруг ясно услышала чей-то голосок, который сказал «Правильно». И мне почему-то показалось, что он прозвучал не снаружи, а только лишь в моей голове. Я стояла посередине маленькой поляны и чувствовала, что воздух вокруг меня начал сильно вибрировать. Прямо передо мной появился серебристо-голубой прозрачный мерцающий столб, и постепенно в нем уплотнилась человеческая фигура. Это был очень высокий по человеческим меркам и мощный седой мужчина. Я почему-то подумала, что он до смешного похож на статую нашего бога Перкунас, для которого у нас на Святой Горе в ночь 24 июня каждый год разжигали костры. Кстати, это был очень красивый старинный праздник, который очень любили все, вне зависимости от возраста и вкуса. На него всегда собирались почти что всем городом, и что было совершенно невероятно, на этом празднике никогда не замечалось, никаких негативных инцидентов, несмотря на то, что все происходило в лесу. Видимо, красота обычаев открывала даже самые черствые людские души добро, тем же самым захлопывая дверь для любых назревающих агрессивных мыслей или действий. Обычно на Святой Горе всю ночь напролет горели костры, в хороводах звучали старинные песни, и все это вместе сильно напоминало необычайно красивую фантастическую сказку. Сотни влюбленных пускались ночью искать в лесу цветущий цветок папоротника, желая заручиться его магическим обещанием быть самым счастливым и обязательно навсегда. А одинокие молодые девушки, загадав желание, опускали в реку Нямуна сплетенные из цветов венки, посредине каждого из которых горела свеча. Таких венков опускалось множество, и река на одну ночь становилась похожей на удивительно красивую, мягко мерцающую отблесками сотен свечей небесную дорогу, по которой, создавая дрожащие золотистые тени, плыли вереницы добрых золотистых привидений, бережно несущих на своих прозрачных крыльях чужие желания богу любви. И вот там же, на Святой Горе, до сих пор стоит статуя бога Перкунаса, на которую так похож был мой неожиданный гость. Сверкающая фигура, не касаясь ступнями земли, подплыла ко мне, и я почувствовала очень мягкое, теплое прикосновение. «Я пришел открыть для тебя дверь», — опять послышался голос в моей голове. «Дверь куда?» «В большой мир», — прозвучал ответ. Он протянул светящуюся руку к моему лбу, и я почувствовала странное ощущение легкого взрыва, после которого появилось чувство и вправду, похожее на открывающуюся дверь, которая, к тому же, открывалась прямо у меня во лбу. Я увидела удивительно красивые, похожие на огромных разноцветных бабочек тела, выходившие из самого центра моей головы. Они выстраивались вокруг, и привязанные ко мне тончайшей серебристой нитью, создавали удивительно красочный, необычный цветок. По этой нити в меня, вибрируя, вливалась тихая и какая-то неземная мелодия, которая вызывала в душе чувство покоя и полноты. На какое-то мгновение я увидела множество прозрачных человеческих фигур, стоящих вокруг, и они все почему-то очень быстро исчезли. Остался только мой первый гость, который все еще касался рукой моего лба, и от его прикосновения в мое тело текло очень приятное звучащее тепло. «Кто они?» спросила я, показывая на бабочек. «Это ты!» Опять прозвучал ответ. «Это ты вся!» Я не могла понять, о чем он говорит, но каким-то образом знала, что от него идет настоящее чистое и светлое добро. Вдруг очень медленно все эти необычные бабочки начали таять и превратились в изумительный, сверкающий всеми цветами радуги звездный туман, который стал постепенно втекать обратно в меня. Появилось глубокое чувство завершенности и чего-то еще, что я никак не могла понять, а только лишь очень сильно чувствовала всем своим нутром. «Будь осторожна», сказал мой гость. «Осторожна в чем?» спросила я. «Ты родилась», был ответ. Его высокая фигура начала колебаться. Поляна закружилась, а когда я открыла глаза, к моему величайшему сожалению, моего странного незнакомца уже нигде не было. Один из мальчишек, Ромас, стоял напротив меня и наблюдал за моим пробуждением. Он спросил, что я здесь делаю и собираюсь ли я собирать грибы. Когда я спросила его, сколько сейчас времени, он удивленно на меня посмотрев, ответил, и я поняла, что все, что со мной произошло, заняло всего лишь несколько минут. Я встала, оказалось, что я сидела на земле, отряхнулась и уже собралась идти, как вдруг обратила внимание на весьма странную деталь. Вся поляна вокруг нас была зеленой, такой же изумительно зеленой, как если бы мы нашли ее ранней весной. И каково же было наше общее удивление, когда мы вдруг обратили внимание, что на ней откуда-то появились даже красивые весенние цветы. Это было совершенно потрясающе и, к сожалению, совершенно необъяснимо. Вероятнее всего, это было какое-то побочное явление после прихода моего странного гостя. Но ни объяснить, ни хотя бы понять этого, к сожалению, я тогда еще не могла. «Что ты сделала?» спросил Ромас. «Это не я». «Ну, тогда пошли», согласился он. «Ромас был один из тех редких тогдашних друзей, кто не боялся моих выходок и не удивлялся ничему из того, что постоянно со мной происходило. Он просто мне верил, и поэтому я не должна была никогда ничего ему объяснять, что для меня было очень редким и ценным исключением. Когда мы вернулись из леса, меня тряс озноб, но я думала, что, как обычно, просто немного простудилась и решила не беспокоить маму, пока не будет чего-то более серьезного. Наутро все прошло, и я была очень довольна, тем, что это вполне подтвердило мою версию о простуде, но, к сожалению, радоваться пришлось недолго. Утром я, как обычно, пошла завтракать. Не успела и протянуть руку к чашке с молоком, как эта же тяжелая стеклянная чашка резко двинулась в мою сторону, пролив часть молока на стол. Мне стало немножко не по себе. Я попробовала еще. Чашка двинулась опять. Тогда я подумала про хлеб. Два кусочка, лежавшие рядом, подскочили и упали на пол. Честно говоря, у меня зашевелились волосы. Не потому, что я испугалась. Я не боялась в то время почти ничего. Но это было что-то очень уж земное и конкретное. Оно было рядом, и я абсолютно не знала, как это контролировать. Я постаралась успокоиться, глубоко вздохнула и попробовала опять. Только на этот раз я не пыталась ничего трогать, а решила просто думать о том, чего я хочу. Например, чтобы чашка оказалась в моей руке. Конечно же, этого не произошло. Она опять всего лишь просто резко сдвинулась. Но я ликовала. Все мое нутро просто визжало от восторга, ибо я уже поняла, что резко или нет, но это происходило всего лишь по желанию моей мысли. И это было совершенно потрясающе. Конечно же, мне сразу захотелось попробовать новинку на всех окружающих меня живых и неживых объектах. Первая мне под руку попалась бабушка, в тот момент спокойно готовившая на кухне очередное свое кулинарное произведение. Было очень тихо, бабушка что-то себе напевала, как вдруг тяжеленная чугунная сковорода птичкой подскочила на плите и с жутким шумом грохнулась на пол. Бабушка от неожиданности подскочила не хуже той же самой сковороды. Но надо отдать ей должное, сразу же взяла себе в руки и сказала «Перестань». Мне стало немножечко обидно, так как, что бы ни случилось, уже по привычке всегда и во всем обвиняли меня. Хотя в данный момент это, конечно, было абсолютной правдой. Почему ты думаешь, что это я? Ну, привидения у нас вроде бы пока еще не водятся. Я очень любила ее за эту ее невозмутимость и непоколебимое спокойствие. Казалось, ничего в этом мире не могло по-настоящему выбить ее из колеи. Хотя, естественно, были вещи, которые ее огорчали, удивляли или заставляли грустить, но воспринимала она все это с удивительным спокойствием. И поэтому я всегда с ней чувствовала себя очень уютно и защищенно. Каким-то образом я вдруг почувствовала, что моя последняя выходка бабушку заинтересовала. Я буквально нутром чувствовала, что она за мной наблюдает и ждет чего-то еще. Ну и, естественно, я не заставила себя долго ждать. Через несколько секунд все ложки и поварешки, висевшие над плитой, с шумным грохотом полетели вниз за той же самой сковородой. Ну-ну. Ломать не строить. Сделала бы что-нибудь полезное. Я же задохнулась от возмущения. Ну скажите, пожалуйста, как она может относиться к этому невероятному событию так хладнокровно? Ведь это такое, такое! Я даже не могла объяснить, какое. Но уж точно знала, что нельзя относиться к тому, что происходило, так спокойно. К сожалению, на бабушку мое возмущение не произвело ни малейшего впечатления. И она опять же спокойно сказала. Не стоит тратить столько сил на то, что можно сделать руками. Лучше иди почитай. Моему возмущению не было границ. Я не могла понять, почему то, что казалось мне таким удивительным, не вызывало у нее никакого восторга. К сожалению, я тогда еще была слишком малым ребенком, чтобы понять, что все эти впечатляющие внешние эффекты по-настоящему не дают ничего, кроме тех же самых внешних эффектов. И суть всего этого всего лишь водурманивание мистика необъяснимого доверчивых и впечатлительных людей, коим моя бабушка естественно не являлась. Но так как до этого понимания я тогда еще не доросла, мне в тот момент было лишь невероятно интересно, что же такого я смогу сдвинуть еще. Поэтому я без сожаления покинула не понимавшую меня бабушку и двинулась дальше в поисках нового объекта моих экспериментов. В то время у нас жил папин любимец, красивый серый кот Гришка. Я застала его сладко спящим на теплой печке и решила, что это как раз очень хороший момент попробовать на нем свое новое искусство. Я подумала, что было бы лучше, если бы он сидел на окне. Ничего не произошло. Тогда я сосредоточилась и подумала сильнее. Бедный Гришка с диким воплем слетел с печи и грохнулся головой о подоконник. Мне стало так его жалко и так стыдно, что я вся кругом виновата и кинулась его поднимать. Но у несчастного кота вся шерсть почему-то вдруг стала дымом и он громко мяукая помчался от меня будто ошпаренный кипятком. Для меня это был шок. Я не поняла, что же произошло и почему Гришка вдруг меня не взлюбил, хотя до этого мы были очень хорошими друзьями. Я гонялась за ним почти весь день, но, к сожалению, так и не могла выпросить себе прощения. Его странное поведение продолжалось четыре дня, а потом наше приключение вероятнее всего забылось и опять все было хорошо. Но меня это заставило задуматься, так как я поняла, что сама того не желая, теми же самыми своими необычными способностями иногда могу нанести кому-то и вред. После этого случая я стала намного серьезнее относиться ко всему, что неожиданно во мне проявлялось и экспериментировала уже намного осторожнее. Все последующие дней я, естественно, же просто заболела манией двигания. Я мысленно пробовала сдвинуть все, что только попадалось мне на глаза и в некоторых случаях опять же получала весьма плачевные результаты. Так, например, я в ужасе наблюдала, как полки аккуратно сложенных очень дорогих папиных книг организованно повалились на пол. И я трясущимися руками пыталась как можно быстрее собрать все на место, так как книги были священным объектом в нашем доме и перед тем, как их брать, надо было их заслужить. Но, к моему счастью, папы в тот момент дома не оказалось и, как говорится, на этот раз пронесло. Другой весьма смешной и в то же время грустный случай произошел с папиным аквариумом. Отец, сколько я его помню, всегда очень любил рыбок и мечтал в один прекрасный день соорудить дома большой аквариум, что он позднее и осуществил. Но в тот момент за неимением лучшего у нас просто стоял маленький круглый аквариум, который вмещал всего несколько разноцветных рыбок. И так как даже такой маленький живой уголок доставлял папе душевную радость, то за ним с удовольствием присматривали в доме все, включая меня. И вот в один злосчастный день, когда я просто проходила мимо, вся занятая своими двигающими мыслями, я нечаянно посмотрела на рыбок и пожалела, что у них бедненьких так мало места, чтобы вольно жить. Аквариум вдруг задорожал и к моему великому ужасу лопнул, разливая воду по комнате. Бедные рыбки не успели опомниться, как были с большим аппетитом съедены нашим любимым котом, вдруг прямо с неба привалило такое неожиданное удовольствие. Мне стало по-настоящему грустно, так как я ни в коем случае не хотела огорчать папу, а уж тем более прерывать чью-то даже очень маленькую жизнь. В тот вечер я ждала папу в совершенно разбитом состоянии. Было очень обидно и стыдно так глупо оплошать. И хотя я знала, что никто не будет меня за это наказывать, на душе почему-то было очень скверно и, как говорится, в ней очень громко скребли кошки. Я все больше и больше понимала, что некоторые из моих талантов в определенных обстоятельствах могут быть весьма и весьма небезопасны. Но, к сожалению, я не знала, как можно этим управлять. И поэтому мне все больше и больше становилось тревожно за непредсказуемость некоторых моих действий и за возможные их последствия с совершенно нежелаемым мною результатами. Но я все еще была лишь любопытной девятилетней девочкой и не могла долго переживать из-за трагически погибших, правда, полностью по моей вине рыбок. Я по-прежнему усердно пробовала двигать все попадающиеся мне предметы и несказанно радовалась любому необычному проявлению в моей исследовательской практике. Так, в одно прекрасное утро во время завтрака моя молочная чашка неожиданно повисла в воздухе прямо передо мной и продолжала себе висеть. А я ни малейшего понятия не имела, как ее опустить. Бабушка в тот момент находилась на кухне. Я лихорадочно пыталась что-то сообразить, чтобы не пришлось опять краснеть и объясняться, ожидая услышать полное неодобрение с ее стороны. Но несчастная чашка упорно не хотела возвращаться назад. Наоборот, она вдруг плавно двинулась и как бы дразнясь начала описывать над столом широкие круги. И что самое смешное, мне никак не удавалось ее схватить. Бабушка вернулась в комнату и буквально застыла на пороге со своей чашкой в руке. Я, конечно, тут же кинулась объяснять, что это она просто так летает. И ведь правда же это очень красиво. Короче говоря, я пыталась найти любой выход из положения, только бы не показаться беспомощной. И тут мне вдруг стало очень стыдно. Я видела, что бабушка знает, что я просто-напросто не могу найти ответ на возникшую проблему и пытаюсь замаскировать свое незнание какими-то ненужными красивыми словами. Тогда я, возмутившись на саму себя, собрала свою побитую гордость в кулак и быстро выпалила. Ну не знаю я, почему она летает и не знаю, как ее опустить. Бабушка серьезно на меня посмотрела и вдруг очень весело произнесла. Так попробуй, для того тебе и дан твой ум. У меня словно гора свалилась с плечи. Я очень не любила казаться неумехой и уж особенно, когда это касалось моих странных способностей. И вот я пробовала с утра до вечера, пока не валилась ног и не начинало казаться, что уже вообще не соображаю, что творю. Какой-то мудрец сказал, что к высшему разуму ведут три пути. Путь размышлений самый благородный, путь подражаний самый легкий и путь опыта на своей шее самый тяжелый. Вот я, видимо, и выбирала всегда почему-то самый тяжелый, так как моя бедная шея по-настоящему сильно страдала от моих никогда не прекращающихся бесконечных экспериментов. Но иногда игра стоила свеч, и мои упорные труды увенчались успехом, как это наконец-то и случилось с тем же самым двиганием. Спустя какое-то время любые желаемые предметы у меня двигались, летали, падали и поднимались, когда я этого желала. И уже совершенно не казалось сложным этим управлять. Кроме одного весьма обидного упущенного случая, который, к моему великому сожалению, произошел в школе, чего я всегда честно пыталась избегать. Мне совершенно не нужны были лишние толки о моих странностях, и уж особенно среди моих школьных товарищей. Виной того обидного происшествия, видимо, было мое слишком большое расслабление, которое, зная о своих двигательных способностях, было совершенно непростительно допускать в подобной ситуации. Но все мы когда-то делаем большие или маленькие ошибки, и, как говорится, на них же и учимся. Хотя, честно говоря, я предпочитала бы учиться на чем-нибудь другом. Моим классным руководителем в то время была учительница Гебиена, мягкая и добрая женщина, которую все школьники искренне обожали. А в нашем классе учился ее сын Реми, который, к сожалению, был очень избалованным и неприятным мальчиком, всегда всех презиравшим, издевавшимся над девчонками и постоянно ебедничавшим на весь класс своей матери. Меня всегда удивляло, что, будучи таким открытым, умным и приятным человеком, его мать в упор не хотела видеть настоящего лица своего любимого чадушки. Наверное, это правда, что любовь может быть иногда по-настоящему слепа. И уже в этом случае она была слепа неподдельно. В тот злополучный день Реми пришел в школу уже изрядно чем-то взвинченный и сразу же начал искать себе козла отпущения, чтобы излить на него всю свою откуда-то накопившуюся злость. Ну и, естественно, мне посчастливилось оказаться в тот момент именно в радиусе его досягаемости. И так как мы не очень-то любили друг друга изначально, в этот день я оказалась именно тем горячо желанным буфером, на котором ему не терпелось выместить свое неудовлетворение неизвестно чем. Не хочу казаться необъективной, но того, что случилось в следующие несколько минут, не порицал позже ни один мой, даже самый пугливый одноклассник. И даже те, которые не очень-то меня любили, были в душе очень довольны, что наконец-то нашелся кто-то, кто не побоялся грозы возмущенной матери и хорошенько проучил заносчивого баловня. Правда, урок получился довольно-таки жестокий. И если бы у меня был выбор снова это повторить, я, наверное, не сотворила бы с ним такого никогда. Но как бы мне не было совестно и жалко, надо отдать должное, что сработал этот урок просто на удивление удачно. И неудавшийся узурпатор уже никогда больше не высказывал никакого желания терроризировать свой класс. Выбрав, как он предполагал свою жертву, Рами направился прямиком ко мне. И я поняла, что к моему большому сожалению конфликта никак не удастся избежать. Он, как обычно, начал меня доставать, и тут меня вдруг просто прорвало. Может быть, это случилось, потому что я уже давно подсознательно этого ждала? Или, может быть, просто надоело все время терпеть, оставляя без ответа чье-то нахальное поведение? Так или иначе, в следующую секунду он, получив сильный удар в грудь, отлетел от своей парты прямо к доске и, пролетив в воздухе около трех метров, бежащим мешком шлепнулся на пол. Я так никогда и не узнала, как у меня получился этот удар. Дело в том, что Рамия совершенно не касалась, это был чисто энергетический удар, но как я его нанесла, не могу объяснить до сих пор. В классе поднялся неописуемый кавардак, кто-то с перепугу пищал, кто-то кричал, что надо вызвать скорую помощь, а кто-то побежал за учительницей, потому что, какой бы он ни был, но это был именно ее искалеченный сын. А я, совершенно ошалевшая от содеянного, стоя в ступоре и все еще не могла понять, как же, в конце концов, все это произошло. Рамия стонал на полу, изображая чуть ли не умирающую жертву, чем поверг меня в настоящий ужас. А я понятия не имела, насколько сильным был удар. Поэтому не могла даже приблизительно знать, играет ли он, чтобы мне отомстить или ему по-настоящему так плохо. Кто-то вызвал скорую помощь, пришла учительница-мать, а я все еще стояла столбом, не в состоянии говорить. Настолько сильным был эмоциональный шок. «Почему ты это сделала?» спросила учительница. Я смотрела в ее глаза и не могла произнести ни слова. Не потому, что не знала, что сказать, а просто потому, что все еще никак не могла отойти от того жуткого потрясения, которое сама же получила от содеянного. До сих пор не могу сказать, что тогда увидела в моих глазах учительница. Но того буйного возмущения, которого так ожидали все, не произошло, или точнее, не произошло вообще ничего. Она каким-то образом сумела собрать все свое возмущение в кулак и, как ни в чем не бывало, спокойно велела всем сесть и начала урок. Так же просто, как будто совершенно ничего не случилось, хотя пострадавшим был именно ее сын. Я не могла этого понять, как не мог понять никто и не могла успокоиться, потому что чувствовала себя очень виноватой. Было бы намного легче, если бы она на меня накричала или просто выгнала бы из класса. Я прекрасно понимала, что ей должно было быть очень обидно за случившееся и неприятно, что сделала это именно я, так как до этого она ко мне всегда очень хорошо относилась, а теперь ей приходилось что-то поспешное и желательно безошибочно решать в отношении меня. А также я знала, что она очень тревожится за своего сына, потому что мы все еще не имели о нем никаких новостей. Я не помнила, как прошел этот урок. Время тянулось на удивление медленно и казалось, что этому никогда не будет конца. Кое-как, дождавшись звонка, я сразу же подошла к учительнице и сказала, что я очень и очень сожалею о случившемся, что я честно и абсолютно не понимаю, как такое могло произойти. Не знаю, знала ли она что-то о моих странных способностях или просто увидела что-то в моих глазах, но каким-то образом она поняла, что никто уже не сможет наказать меня больше, чем наказала себя я сама. Готовься к следующему уроку, все будет хорошо, только и сказала учительница. Я никогда не забуду того жутко мучительного часа ожидания, пока мы ждали новостей из больницы. Было очень страшно и одиноко, и это навечно отпечаталось кошмарным воспоминанием в моем мозгу. Я была виновата в покушении на чью-то жизнь и не имела никакого значения, произошло оно случайно или осмысленно. Это была человеческая жизнь, и по моему неусмотрению она могла неожиданно оборваться. И уж, конечно же, я не имела на это никакого права. Но, как оказалось, к моему величайшему облегчению ничего страшного, кроме хорошего испуга, с нашим террористом-одноклассником не произошло. Он отделался всего лишь небольшой шишкой и уже на следующий день опять сидел за своей партой. Только на этот раз он вел себя на удивление тихо и ко всеобщему удовлетворению никаких мстительных действий в мой адрес с его стороны не последовало. Мир опять казался прекрасным. Я могла свободно дышать, не чувствуя более той ужасной, только что висевшей на мне вины, которая на долгие годы полностью отравила бы все мое существование, если бы из больницы пришел другой ответ. Конечно же, осталось горькое чувство упрека самой себе и глубокое сожалению от содеянного. Но уже не было того жуткого, неподдельного чувства страха, которое держало все мое существо в холодных тисках, пока мы не получили положительных новостей. Вроде бы опять все было хорошо. Только, к сожалению, это злополучное происшествие оставило в моей душе такой глубокий след, что уже ни о чем необычном мне не хотелось больше слышать даже издалека. Я шарахалась от малейшего проявления во мне любых необычностей, и как только чувствовала, что что-либо странное начинало вдруг проявляться, я тут же пыталась это погасить, не давая никакой возможности опять втянуть себя в водоворот каких-либо опасных неожиданностей. Я честно старалась быть самым обычным нормальным ребенком. Занималась в школе даже больше, чем обычно, чаще, чем раньше ходила с друзьями в кино, старательно посещала свою любимую музыкальную школу и беспрерывно чувствовала какую-то глубокую, но еще душевную пустоту, которую не могли заполнить никакие из вышеупомянутых занятий, даже если я честно старалась изо всех сил. Но дни бежали друг с дружкой наперегонки, и все плохое страшное начинало понемножечку забываться. Время залечивало в моем детском сердечке большие и маленькие рубцы, и, как правило, всегда говорят, оказалась по-настоящему самым лучшим и надежным целителем. Я понемножку начинала оживать, и постепенно все больше и больше возвращалась к своему обычному ненормальному состоянию, которое, как оказалось, все это время мне очень и очень не хватало. Недаром ведь говорят, что даже самое тяжелое бремя для нас не столь тяжело только лишь потому, что оно наше. Вот так и я. Оказывается, очень скучала по своим, таким для меня обычным ненормальностям, которые, к сожалению, уже довольно-таки часто заставляли меня страдать. Этой же зимой у меня появилась очередная необычная новинка, которую, наверное, можно было бы назвать самообезболиванием. К моему большому сожалению, это так же быстро исчезло, как и появилось, точно так же, как и очень многие из моих странных проявлений, которые вдруг очень ярко открывались и тут же исчезали, оставляя только лишь хорошие или плохие воспоминания в моем огромном личном мозговом архиве. Но даже за то короткое время, что эта новинка оставалась действующей, произошли два весьма интересных события, о которых мне хотелось бы рассказать здесь. Уже наступила зима, и многие мои одноклассники начали все чаще ходить на каток. Я не была очень большим любителем фигурного катания, вернее, больше предпочитала смотреть, но наш каток был таким красивым, что мне нравилось просто там бывать. Он устраивался каждую зиму на стадионе, который был построен прямо в лесу, как и большая часть нашего городка, и обнесен высокой кирпичной стеной, что издалека делало его похожим на миниатюрный город. Уже с октября там наряжалась большущая новогодняя елка, а вся стена вокруг стадиона украшалась сотнями разноцветных лампочек, отблески которых сплетались на льду в очень красивый сверкающий ковер. По вечерам там играла приятная музыка, и все это вместе создавало вокруг уютную праздничную атмосферу, которую не хотелось покидать. Все ребятня с нашей улицы ходила кататься, ну и, конечно же, ходила с ними на каток и я. В один из таких приятных, тихих вечеров и случилось то не совсем обычное происшествие, о котором я хотела бы рассказать. Обычно мы катались в цепочке по 3-4 человека, так как в вечернее время было не совсем безопасно кататься в одиночку. Причина была в том, что по вечерам приходило много ловящих пацанов, которых никто не любил, и которые обычно портили удовольствие всем вокруг. Они сцеплялись по несколько человек и катаясь очень быстро старались поймать девочек, которые, естественно, не удержавшись от встречного удара, обычно падали на лед. Это сопровождалось смехом и гиканьем, что большинство находило глупым, но, к сожалению, почему-то никем из того же большинства не пресекалось. Меня всегда удивляло, что среди стольких, почти что взрослых, ребят не находилось ни одного, кого эта ситуация бы задела или хотя бы возмутила, вызывая хоть какое-то противодействие. А может и задевала, да только страх был сильнее. Ведь недаром же существует глупая поговорка, что наглость – второе счастье. Вот эти ловители и брали всех остальных простой, неприкрытой наглостью. Это повторялось каждую ночь и не находилось никого, кто хотя бы попробовал остановить наглецов. Именно в такую глупую ловушку в тот вечер попалась и я. Не владея катанием на коньках достаточно хорошо, я старалась держаться от сумасшедших ловцов как можно дальше. Но это не очень-то помогло, так как они носились по всей площадке, как угорелые, не щадя никого вокруг. Поэтому, хотела я того или нет, наше столкновение было практически неизбежным. Толчок получился сильным, и мы все упали движущейся кучей на лед. Ушибиться я не ушиблась, но вдруг почувствовала, как что-то горячее течет по лодыжке и немеет нога. Я кое-как выскользнула из барахтающегося на льду клубка тела и увидела, что у меня каким-то образом жутко порезана нога. Видимо, я очень сильно столкнулась с кем-то из падающих ребят и чей-то конек меня так сильно поранил. Выглядело это, надо сказать, весьма неприятно. Коньки у меня были с короткими сапожками, достать высокий в то время у нас было еще невозможно. И я увидела, что вся моя нога у лодыжки перерезана чуть ли не до кости. Другие тоже это увидели. И тут уже началась паника. Слабонервные девочки чуть ли не падали в обморок, потому что вид, честно говоря, был жутковатый. К своему удивлению, я не испугалась и не заплакала, хотя в первые секунды состояние было почти что шоковое. Изо всех сил, зажав руками разрез, я старалась сосредоточиться и думать о чем-то приятном, что оказалось весьма непросто из-за режущей боли в ноге. Через пальцы просачивалась кровь и крупными каплями падала на лед, постепенно собираясь на нем в маленькую лужицу. Естественно, это никак не могло успокоить уже и так достаточно взвинченных ребят. Кто-то побежал вызывать скорую помощь, а кто-то неуклюже пытался как-то мне помочь, только усложняя и так неприятную для меня ситуацию. Тогда я опять попробовала сосредоточиться и подумала, что кровь должна остановиться и начала терпеливо ждать. К всеобщему удивлению, буквально через минуту, через мои пальцы не просачивалось уже ничего. Я попросила наших мальчишек, чтобы помогли мне встать. К счастью, там находился мой сосед Рома, с которой обычно никогда и ни в чем мне не противоречил. Я попросила его помочь мне подняться. Он сказал, что если я встану, то кровь наверняка опять польется рекой. Я отняла руки от пореза и каково же было наше удивление, когда мы увидели, что кровь больше не идет вообще. Выглядело это очень необычно. Рана была большой и открытой, но почти что совершенно сухой. Когда наконец-то приехала скорая помощь, осмотревший меня врач, никак не мог понять, что же такое произошло и почему у меня при такой глубокой ране не течет кровь. Но он не знал еще того, что у меня не только не текла кровь, но я также не чувствовала никакой боли вообще. Я видела рану своими глазами и по всем законам природы должна была чувствовать дикую боль, которой, как ни странно, в данном случае не было совсем. Меня забрали в больницу и приготовили зашивать. Когда я сказала, что не хочу анестезию, врач посмотрел на меня как на тихо помешанную и приготовился делать обезболивающий укол. Тогда я ему заявила, что буду кричать. На этот раз он посмотрел на меня очень внимательным и, кивнув головой, начал зашивать. Было очень странно наблюдать, как моя плоть прокалывается длинной иглой, а я, вместо чего-то очень болезненного и неприятного, чувствую всего лишь легкий комаринный укус. Врач все время за мной наблюдал и несколько раз спросил, все ли у меня в порядке. Я отвечала, что да. Тогда он поинтересовался, происходит ли подобное со мной всегда. Я сказала, что нет, только сейчас. Не знаю, то ли он был весьма продвинутым для того времени врачом, то ли мне удалось его каким-то образом убедить, но так или иначе он мне поверил и больше никаких вопросов не задавал. Примерно через час я уже была дома и с удовольствием поглощала на кухне теплые бабушкины пирожки. Никак не надеясь и искренне удивляясь такому дикому чувству голода, как если бы я не ела несколько дней. Теперь я естественно уже понимаю, что это была просто слишком большая потеря энергетики после моего самолечения, которую срочно требовалось восстановить. Но тогда я, конечно же, еще не могла этого знать. Второй случай такого же странного самообезболивания произошел во время операции, на которую уговорила нас почти наш семейный врач Дана. Насколько я могла себя помнить, мы с мамой очень часто болели ангиной. Это происходило не только от простуды зимой, но также и летом, когда на улице было очень сухо и тепло. Стоило нам только чуточку перегреться, как наша ангина была тут, как тут, и заставляла нас безвылазно валяться в постели неделю или две, чего моя мама и я одинаково не любили. И вот, посоветовавшись, мы наконец-то решили внять голосу профессиональной медицины и удалить то, что так часто мешало нам нормально жить. Хотя, как позже оказалось, удалять это необходимости не было, и это, опять же, было очередной ошибкой наших всезнающих врачей. Операцию назначили на один из будних дней, когда мама, как и все остальные, естественно, работала. Мы с ней договорились, что сначала утром пойду на операцию я, а уже после работы сделает и Тана. Но мама железно пообещала, что обязательно постарается прийти хотя бы на полчаса перед тем, как доктор начнет меня потрошить. Страха я, как ни странно, не чувствовала, но было какое-то, но еще ощущение неопределенности. Это была первая в моей жизни операция. Я ни малейшего представления не имела о том, как это будет происходить. С самого утра я, как львенок в клетке, ходила взад-вперед по коридору, ожидая, когда же уже все это наконец-то начнется. Тогда, как и сейчас, мне больше всего не нравилось чего-либо или кого-либо ждать. И я всегда предпочитала самую неприятную реальность любой пушистой неопределенности. Когда я знала, что и как происходит, я была готова с этим бороться или, если было нужно, что-то решать. По моему понятию, не было неразрешаемых ситуаций, были только нерешительные или безразличные люди. Поэтому и тогда в больнице мне очень хотелось как можно быстрее избавиться от нависшей над моей головой неприятности и знать, что она уже позади. Больниц я не любила никогда. Вид такого множества находящихся в одном помещении страдающих людей внушал мне настоящий ужас. Я хотела, но не могла им ничем помочь и в то же время чувствовала их боль так же сильно, видимо, полностью включаясь, как если бы она была моей. Я пыталась от этого как-то защититься, но она наваливалась настоящей лавиной, не оставляя ни малейшей возможности от всей этой боли уйти. Мне хотелось убежать, не оборачиваясь от всего этого как можно дальше и как можно быстрее. Мама все еще не появлялась и я начала нервничать, что я обязательно что-то задержу. И она, вероятнее всего, так и не сможет прийти. К этому времени я уже устала ходить и сидела, нахохлившись у дверей дежурного врача. Надеюсь, что кто-нибудь все-таки выйдет и мне не придется больше ждать. Через несколько минут и правда появился очень приятный дежурный врач и сказал, что мою операцию можно начинать уже через полчаса, если я, конечно, к этому готова. Готова я была уже давно, но никак не могла решиться делать это, не дождавшись мамы, так как она обещала быть вовремя, а обещания мы были привыкшие держать всегда. Но к моему большому огорчению время шло, а никто не появлялся. Мне все тяжелее и тяжелее становилось ждать. В конец я по-бойцовски решила, что, наверное, все-таки будет лучше, если я пойду сейчас. Тогда весь этот кошмар намного быстрее окажется позади. Я собрала всю свою волю в кулак и сказала, что готова идти уже сейчас, если, конечно, он может меня принять. А как же насчет твоей мамы? Удивленно спросил врач. Это будет мой сюрприз. Ну, тогда пошли, герой. Улыбнулся врач. Он повел меня в небольшую, очень белую комнату, усадил в огромное для моих габаритов кресло и начал приготовить инструменты. Приятного в этом, разумеется, было мало, но я упорно продолжала наблюдать за всем, что он делал. И мысленно себе повторяла, что все будет очень хорошо и что я ни за что не собираюсь сдаваться. Не бойся. Сейчас я тебе сделаю укол и ты ничего не будешь больше ни видеть, ни чувствовать, сказал врач. Я не хочу укол. Я хочу видеть, как это выглядит. Ты хочешь видеть свои гланды? Удивился он. Я гордо кивнула. Поверь мне, это не столь приятно, чтобы на них смотреть, сказал врач. Тебе будет больно. Я не могу тебе этого разрешить. Вы не будете меня обезболивать или я не буду делать этого вообще? Почему вы не оставляете мне право выбора? Если я маленькая, то еще не значит, что я не имею права выбирать, как мне принимать мою боль. Врач смотрел на меня, широко открыв глаза и, казалось, не мог поверить в то, что слышал. Почему-то мне стало вдруг очень важно, чтобы он мне поверил. Мои бедные нервы уже, видимо, были на пределе и я чувствовала, что еще чуть-чуть и по моей напряженной физиономии польются предательские потоки слез. А этого допустить было никак нельзя. Ну, пожалуйста! Я клянусь, что никогда никому этого не скажу! Он долго смотрел на меня, а потом вздохнул и сказал, Я тебе разрешу, если ты скажешь мне, почему тебе это нужно. Я растерялась. По-моему, я тогда и сама не очень-то хорошо понимала, что заставила меня так настойчиво отвергать обычную спасительную анестезию. Но я не разрешила себе расслабиться, понимая, что срочно нужно найти какой-то ответ, если я не хочу, чтобы этот чудесный врач передумал и все пошло бы обычным путем. Я очень боюсь боли и вот теперь решила это перебороть. Если вы мне поможете, я буду очень вам благодарна. Моя проблема была в том, что я совершенно не умела лгать. Я видела, что врач сразу же это понял. Тогда, не давая ему возможности что-либо сказать, я выпалила. Несколько дней назад я перестала чувствовать боль и хочу это проверить. Врач долго, изучающий, на меня смотрел. Ты кому-то об этом сказала? Спросил он. Нет, пока никому. Ну ладно, давай попробуем, сказал врач. Но если будет больно, ты уже не сможешь мне об этом сказать, поняла? Поэтому сразу же подними руку, если только почувствуешь боль. Договорились? Я кивнула. Если честно, я абсолютно не была уверена, зачем я все это затеваю. А также не была полностью уверена и в том, смогу ли по-настоящему с этим справиться. И не придется ли обо всей этой сумасшедшей истории горько пожалеть. Я видела, как врач подготавливает обезболивающий укол и ставит шприц на столик рядом с собой. Это на случай непредвиденного провала. Тепло улыбнулся он. Ну что, поехали? На секунду мне показалась дикой вся эта затея. И вдруг очень захотелось быть такой же, как и все. Нормальной, послушной девятилетней девочкой, которая закрывает глаза просто потому, что ей очень страшно. А ведь мне и вправду было страшно. Но так как не в моей привычке было отступать, я гордо кивнула и приготовилась наблюдать. Только много лет спустя я поняла, чем по-настоящему рисковал этот милый врач. И еще для меня навсегда осталось тайной за семью печатями, почему он это сделал. Но тогда все казалось совершенно нормальным. И, честно говоря, у меня не было времени, чтобы удивляться. Операция началась, и я как-то сразу успокоилась, как будто откуда-то знала, что все будет хорошо. Теперь я уже не смогла бы вспомнить всех подробностей, но очень хорошо помню то, как потряс меня вид того, что столько лет беспощадно мучило меня и маму после каждого малейшего перегрева или простуды. Это оказались два серых, жутко сморщенных комочка какой-то материи, которая не была похожа даже на нормальную человеческую плоть. Наверное, увидя такую гадость, у меня глаза стали как ложки, потому что врач рассмеялся и весело сказал, как видишь, не всегда из нас удаляется что-то красивое. Через несколько минут операция была закончена, и я не могла поверить, что все уже позади. Мой отважный доктор мило улыбался, вытирая полностью вспотевшее лицо. Выглядел он почему-то как выжатый лимон. Видимо, мой странный эксперимент обошелся ему не так уж легко. Ну что, герой, все еще не больно? Внимательно глядя мне в глаза, спросил он. Только чуть-чуть першит, ответила я, что было искренней и абсолютной правдой. В коридоре нас ждала очень расстроенная мама. Оказалось, что на работе у нее случились непредвиденные проблемы, и как бы она ни просилась, начальство не захотело ее отпускать. Я тут же постаралась ее успокоить, но рассказывать обо всем пришлось, конечно же, врачу, так как разговаривать мне пока еще было чуточку трудновато. После этих двух примечательных случаев самообезболивающий эффект у меня начисто исчез и не появлялся больше уже никогда. Насколько я себя помню, меня всегда привлекала в людях жажда жизни и умение находить радость даже в самых безнадежных или грустных жизненных ситуациях. Сказать проще, я всегда любила сильных духом людей. Настоящим примером выживания в то время была для меня наша молодая соседка Леокадия. Мою впечатлительную детскую душу поражало ее мужество и ее по-настоящему неистребимое желание жить. Леокадия была моим светлым кумиром и наивысшим примером того, как высоко человек способен вознестись над любым физическим недугом, не давая этому недугу разрушить ни его личность, ни его жизнь. Некоторые болезни излечимы и нужно только лишь терпение, чтобы дождаться, когда же это наконец-то произойдет. Ее же болезнь была с ней на всю ее оставшуюся жизнь, и никакой надежды когда-то стать нормальным человеком у этой мужественной молодой женщины, к сожалению, не было. Судьба насмешница обошлась с ней очень жестоко. Когда Леокадия была еще совсем маленькой, но абсолютно нормальной девочкой, ей посчастливилось очень неудачно упасть с каменных ступенек и сильно повредить себе позвоночник и грудную кость. Врачи поначалу даже не были уверены, сможет ли она вообще когда-то ходить. Но спустя какое-то время этой сильной жизнерадостной девочке все-таки удалось, благодаря ее решительности и упорству, подняться с больничной койки и медленно, но уверенно начать заново делать свои первые шаги. Вроде бы все кончилось хорошо, но через какое-то время к всеобщему ужасу у нее спереди и сзади начал расти огромный совершенно жуткий горб, который позже буквально изуродовал ее тело до полной неузнаваемости. И что было самое обидное, природа как бы издеваясь, наградила эту голубоглазую девочку изумительно красивым, светлым и утонченным лицом, тем самым как бы желая показать, какой дивной красавицей она могла бы быть, если бы ей не была приготовлена такая жестокая судьба. Я даже не пытаюсь себе представить, через какую душевную боль и одиночество должна была пройти эта удивительная женщина, пытаясь еще маленькой девочкой как-то привыкнуть к своей страшной беде. И как она могла выжить и не сломаться, когда много лет спустя, став уже взрослой девушкой, должна была смотреть на себя в зеркало и понимать, что простое женское счастье ей не дано испытать никогда, каким бы хорошим и добрым человеком она не являлась. Она принимала свою беду с чистой и открытой душой, и, видимо, именно это помогло ей сохранить очень сильную веру в себя, не обозлившись на окружающий мир и не плача над своей злой и сковерканной судьбой. До сих пор я, как сейчас, помню ее неизменную теплую улыбку и радостные светящиеся глаза, встречавшие нас каждый раз, вне зависимости от ее настроения или физического состояния. А ведь очень часто я чувствовала, как по-настоящему ей было тяжело. Я очень любила и уважала эту сильную светлую женщину за ее неиссякаемый оптимизм и ее глубокое душевное добро. А уж казалось, как раз она-то и не имела ни малейших причин верить тому же самому добру, потому что во многом никогда так и не смогла почувствовать, что это такое по-настоящему жить. Или, возможно, почувствовала намного глубже, чем могли чувствовать это мы. Я тогда была еще слишком маленькой девочкой, чтобы понять всю бездну различия между такой искалеченной жизнью и жизнью нормальных, здоровых людей. Но я прекрасно помню, что даже много лет спустя воспоминания о моей чудесной соседке очень часто помогали мне переносить душевные обиды и одиночества, когда не сломаться было по-настоящему очень и очень тяжело. Я никогда не понимала людей, которые вечно были чем-то недовольны и постоянно жаловались на свою всегда неизменно горькую и несправедливую судьбу. И я никогда не понимала причину, которая давала им право считать, что счастье заранее предназначено им уже с самого их появления на свет и что они имеют, ну, прямо-таки законное право на это, ничем не нарушаемое, и совершенно незаслуженное счастье. Я же такой уверенностью об обязательном счастье никогда не страдала и, наверное, поэтому не считала свою судьбу горькой или несправедливой, а наоборот, была в душе счастливым ребенком, что и помогало мне преодолевать многие из тех препятствий, которые очень щедро и постоянно дарила мне моя судьба. Просто иногда случались короткие срывы, когда бывало очень грустно и одиноко, и казалось, что стоит только внутри сдаться, не искать больше причин своей необычности, не бороться за свою недоказанную правду, как все сразу же станет на свои места, и не будет больше ни обид, ни горечи, ни заслуженных упреков, ни ставшего уже почти постоянным одиночества. Но на следующее утро я встречала свою милую светящуюся как яркое солнышко соседку Леокадию, которая радостно спрашивала «Какой чудесный день, не правда ли?» И мне, здоровой и сильной, тут же становилось очень стыдно за свою непростительную слабость. И покраснев как спелый помидор, я сжимала свои тогда еще маленькие, но достаточно целеустремленные кулаки и снова готова была кинуться в бой со всем окружающим миром, чтобы еще более яростно отстаивать свои ненормальности и саму себя. Помню, как однажды после очередного душевного смятения я сидела одна в саду под своей любимой старой яблоней, мысленно пыталась разложить по полочкам свои сомнения и ошибки и была очень недовольна тем, какой получался результат. Моя соседка Леокадия под своим окном сажала цветы, чем с ее недугом было очень трудно заниматься и могла прекрасно меня видеть. Наверное, ей не очень понравилось мое тогдашнее состояние, которое всегда, несмотря на то хорошее, но или плохое, было написано на моем лице, потому что она подошла к забору и спросила, не хочу ли я позавтракать с ней ее пирожками. Я с удовольствием согласилась. Ее присутствие всегда было очень приятным и успокаивающим, так же, как всегда вкусными были и ее пирожки. А еще мне очень хотелось с кем-то поговорить о том, что меня угнетало уже несколько дней, а делиться этим дома почему-то в тот момент не хотелось. Наверное, просто иногда мнение постороннего человека могло дать больше пищи для размышлений, чем забота и неусыпное внимание вечно волновавшихся за меня бабушки или мамы. Поэтому я с удовольствием приняла предложение соседке и пошла к ней завтракать, уже издали чувствуя чудодейственный запах моих любимых вишневых пирожков. Я не была очень открытой, когда дело касалось моих необычных способностей, но с Леокадзией я время от времени делилась какими-то своими неудачами или огорчениями, так как она была по-настоящему отличным слушателем и никогда не старалась просто уберечь меня от каких-либо неприятностей, что, к сожалению, очень часто делала мама и что иногда заставляла меня закрыться от нее намного более, чем мне этого хотелось бы. В тот день я рассказала Леокадзии о своем маленьком провале, который произошел во время моих очередных экспериментов и который меня сильно огорчил. «Не стоит так переживать, милая», сказала она. «В жизни не страшно упасть, важно всегда уметь подняться». Прошло много лет с того чудесного теплого завтрака, но эти ее слова навсегда впечатались в мою память и стали одним из неписанных законов моей жизни, в которой падать, к сожалению, мне пришлось очень много раз, но до сих пор всегда удавалось подняться. Проходили дни, я все больше и больше привыкала к своему удивительному и такому ни на что не похожему миру, и, несмотря на некоторые неудач, чувствовала себя в нем по-настоящему счастливой. К тому времени я уже четко поняла, что не смогу найти никого, с кем могла бы открыто делиться тем, что со мной постоянно происходило, и уже спокойно принимала это как должное, больше не огорчаясь и не пытаясь кому-то что-то доказать. Это был мой мир, и если он кому-то не нравился, я не собиралась никого насильно туда приглашать. Помню позже, читая одну из папиных книг, я случайно наткнулась на строки какого-то старого философа, которые были написаны много веков назад, и которые меня тогда очень обрадовали и несказанно удивили. Будь как все, иначе жизнь станет невыносимой. Если в знании или умении оторвешься от нормальных людей слишком далеко, тебя перестанут понимать и сочтут безумцем, в тебя полетят камни, от тебя отвернется твой друг. Значит, уже тогда на свете были необычные люди, которые по своему горькому опыту знали, как это все непросто, и считали нужным предупредить, а если удастся, и уберечь таких же необычных, какими были они сами людей. Эти простые слова когда-то давно жившего человека согрели мою душу и поселили в ней крохотную надежду, что когда-нибудь я, возможно, и встречу кого-то еще, кто будет для всех остальных таким же необычным, как я сама, и с кем я смогу свободно говорить о любых странностях и ненормальностях, не боясь, что меня воспримут в штыки или, в лучшем случае, просто безжалостно высмеют. Но эта надежда была еще настолько хрупкой и для меня невероятной, что я решила поменьше увлекаться, думая о ней, чтобы в случае неудачи не было слишком больно приземляться с моей красивой мечты в жесткую реальность. Даже из своего короткого опыта я уже понимала, что во всех моих странностях не было ничего плохого или отрицательного. А если иногда какие-то из моих экспериментов и не совсем получались, то отрицательное действие теперь проявлялось уже только на меня, но не на окружающих меня людей. Ну а если какие-то друзья из-за боязни быть вовлеченными в моей ненормальности от меня отворачивались, то такие друзья мне были просто не нужны. И еще я знала, что моя жизнь кому-то и для чего-то видимо была нужна. Потому что в какую бы опасную передрягу я не попадала, мне всегда удавалось из нее выйти без каких-либо негативных последствий. И всегда как будто кто-то неизвестный мне в этом тем же летом в момент когда я чуть было не утонула в нашей любимой реке Нямунас. Был очень жаркий июльский день. Температура держалась не ниже плюс сорока градусов. Накалившийся добеловоздух был сухим как в пустыне и буквально трещал в наших легких при каждом вздохе. Мы сидели на берегу реки бессовестно потея и ловили ртами воздух как выброшенные на суше перегревшиеся караси и уже почти что полностью поджарились на солнышке тоскующими глазами смотрели на воду. Привычной влаги абсолютно не чувствовалось и поэтому всей ребятне дико хотелось как можно быстрее окунуться. Но купаться было немножко боязно так как это был другой непривычный нам берег реки а Нямунас как известно издавна была той глубокой непредсказуемой рекой с которой шутки шутить не советовалось. Наш старый любимый пляж был на время закрыт для чистки поэтому мы все временно собрались на месте более или менее кому-то знакомым и все пока что дружно сушились на берегу никак не решаясь купаться. У самой реки росло огромное старое дерево его длинные шелковистые ветви при малейшем дуновении ветра касались воды тихо лаская ее нежными лепестками а мощные старые корни упираясь в речные камни сплетались под ним в сплошной бородавчатый ковер создавая своеобразную нависающую над водой бугристую крышу. Вот это-то старое мудрое дерево как ни странно являло собой реальную опасность для купающихся. Вокруг него по какой-то причине в воде создавалось множество своеобразных воронок которые как бы всасывали попавшего человека в глубину и надо было быть очень хорошим пловцом чтобы суметь удержаться на поверхности тем более что место под деревом как раз было очень глубоким но детям говорить об опасности как известно почти что всегда бесполезно чем больше их убеждают заботливые взрослые что с ними может произойти какая-то непоправимая беда тем больше они уверены что может быть с кем-то это и может случиться ну конечно же только не с ними ни здесь и ни сейчас а само ощущение опасности наоборот их только еще более притягивает тем самым провоцируя иногда на глупейшие поступки вот примерно так же думали и мы четверо бравых соседских ребят и я и не вытерпев жары все же решили искупаться река выглядела тихо и спокойно и никакой опасности вроде бы с собой не представляло мы договорились наблюдать друг за другом и дружно поплыли в начале вроде бы все было как обычно течение было не сильнее чем на нашем старом пляже а глубина не превышала уже знакомой привычной глубины я расхрабрилась и поплыла уже более уверенно и тут же за эту же слишком большую уверенность боженька стукнул меня по головушке да не пожалел я плыла недалеко от берега как вдруг почувствовала что меня резко потащило вниз и это было столь внезапно что я не успела никак среагировать чтобы удержаться на поверхности меня странно крутило и очень быстро тянуло в глубину казалось время остановилось я чувствовала что не хватает воздуха тогда я еще ничего не знала ни о клинической смерти ни о светящихся туннелях появлявшихся во время нее но то что случилось далее было очень похожим на все те истории о клинических смертях которые немного позже мне удалось прочитать в разных книжках уже живя в далекой Америке я чувствовала что если сейчас же не вдохну воздух а мои легкие просто-напросто разорвутся и я наверняка умру стало очень страшно а в глазах темнело неожиданно в голове вспыхнула яркая вспышка и все чувства куда-то исчезли появился слепящий яркий прозрачный голубой туннель как будто весь сотканный из мельчайших движущихся серебристых звездочек я тихо парила внутри него не чувствуя ни удушья ни боли только мысленно удивляясь необыкновенному чувству абсолютного счастья как будто наконец-то обрела место своей долгожданной мечты было очень спокойно и хорошо все звуки исчезли не хотелось двигаться тело стало очень легким почти что невесомым вероятнее всего в тот момент я просто умирала я видела какие-то очень красивые светящиеся прозрачные человеческие фигуры медленно и плавно приближающиеся по тоннелю ко мне все они тепло улыбались как будто звали к ним присоединиться я уже было потянулась к ним как вдруг откуда-то появилась огромная светящаяся ладонь которая подхватила меня снизу и как песчинку начала быстро подымать на поверхность мозг взорвался от нахлынувших резких звуков как будто в голове внезапно лопнула защищающая перегородка меня как мячик вышвырнуло на поверхность и оглушило настоящим водопадом цветов звуков и ощущений которые почему-то воспринимались мной теперь намного ярче чем это было привычно на берегу была настоящая паника соседские мальчишки что-то крича выразительно размахивали руками показывая в мою сторону кто-то пытался вытащить меня на сушу а потом все поплыло закружилось в каком-то сумасшедшем водовороте и мое бедное перенапряженное сознание уплыло в полную тишину когда я понемножку очухалась ребята стояли вокруг меня с расширившимися от ужаса глазами и все вместе чем-то напоминали одинаковых перепуганных советов было видно что все это время они находились чуть ли не в настоящем паническом шоке и видимо мысленно уже успели меня похоронить я постаралась изобразить улыбку и все еще давясь теплой речной водой с трудом выдавила что у меня все в порядке хотя ни в каком порядке я в тот момент естественно не была как мне потом сказали весь этот переполох занял в реальности всего лишь минут пять хотя для меня в тот страшный момент когда я находилась под водой время почти что остановилось я искренне радовалась что мамы в тот день с нами не было позже мне кое-как удалось упросить соседскую маму с которой нас тогда отпустили купаться чтобы то что случилось у реки осталось нашим секретом так как мне совершенно не хотелось чтобы моих бабушку или маму хватил сердечный удар тем более что все уже было позади и не имело никакого смысла кого-либо так бессмысленно пугать соседка сразу же согласилась видимо для нее это был такой же желанный вариант так как ей не очень то хотелось чтобы кто-то узнал что общего доверия ей к сожалению не удалось оправдать но на этот раз все кончилось хорошо все были живы и счастливы и не было никакой причины об этом более говорить только еще много-много раз после моего неудачливого купания я возвращалась во сне в тот же сверкающий голубой тоннель который по какой-то мне неизвестной причине притягивал меня как магнит и я опять испытывала то необыкновенное чувство покоя и счастья тогда еще не зная что делать это как оказалось было очень и очень опасно нам всем навевают глухую тоску вечера нам кажется вечер предвестником горькой утраты еще один день точно плод по реке во вчера уходит уходит ушел и не будет возврата Мария Семенова через пару недель после того злополучного дня на берегу реки меня начали посещать души или точнее сущности умерших мне незнакомых людей видимо мои частые возвращения к какому-либо каналу чем-то разбередили покой до того спокойно существовавшей в мирной тишине душ только как оказалось позже далеко не все из них были по-настоящему так уж спокойны и только после того как у меня побывало огромное множество самых разных от очень печальных до глубоко несчастных и не успокоенных душ и я поняла насколько по-настоящему важно то как мы проживаем нашу жизнь и как жаль что задумываемся мы об этом только тогда когда уже слишком поздно что-то менять и когда остаемся совершенно беспомощными перед жестоким и неумолимым фактом что уж ничего и никогда не сможем исправить мне хотелось бежать на улицу хватать людей за руки и кричать всем и каждому как это дико и страшно когда все становится слишком поздно и еще мне до боли хотелось чтобы каждый человек знал что после уже не поможет никто и никогда но к сожалению я тогда уже прекрасно понимала что все что я получу за такое искреннее предупреждение будет всего лишь легкий путь в сумасшедший дом или в лучшем случае просто смех да и что я могла кому-либо доказать маленькая девятилетняя девочка которую никто не хотел понять и которую легче всего было считать просто чуточку странной и я не знала что я должна делать чтобы помочь всем этим несчастным страдающим от своих ошибок или от жестокой судьбы людям я готова была часами выслушивать их просьбы забывая о себе и желая как можно больше открыться чтобы ко мне могли постучаться все кто в этом нуждался и вот начались настоящие наплывы моих новых гостей которые честно говоря поначалу меня чуточку пугали самой первой у меня появилась молодая женщина которая сразу же мне чем-то понравилась она была очень грустной и я почувствовала что где-то глубоко в ее душе кровоточит незаживающая рана которая не дает ей спокойно уйти незнакомка впервые появилась когда я сидела уютно свернувшись калачиком папином кресле и с упоением поглощала книжку которую выносить из дома не разрешалось как обычно с большим удовольствием наслаждаясь чтением я так глубоко погрузилась в незнакомый такой захватывающий мир что не сразу заметила свою необычную гостью сначала появилось беспокоящее чувство присутствия ощущение было очень странным как будто в комнате вдруг подул легкий прохладный ветерок и воздух вокруг наполнился прозрачным вибрирующим туманом я подняла голову и прямо перед собой увидела очень красивую молодую светловолосую женщину ее тело чуть-чуть светилось голубоватым светом но в остальном она выглядела вполне нормально незнакомка смотрела на меня не отрываясь и как бы о чем-то умоляла вдруг я услышала пожалуйста помоги мне и хотя она не открывала рта я очень четко слышала слова просто они звучали чуть-чуть по-другому звук был мягким и шелестящим и тут я поняла что она говорит со мной точно так же как я уже слышала раньше голос звучал только в моей голове что как я позже узнала было телепатией помоги мне опять тихо прошелестила чем я могу вам помочь ты меня слышишь ты можешь с ней говорить с кем я должна говорить с моей малышкой ее звали Вероника и как оказалось это печально и такая красивая женщина умерла от рака почти год назад когда ей было всего лишь 30 лет и ее маленькая шестилетняя дочурка которая думала что мама ее бросила не хотела ей этого прощать и все еще очень глубоко от этого страдала сын Вероники был слишком маленьким когда она умерла и не понимал что его мама уже никогда больше не вернется и что на ночь теперь его всегда будут укладывать уже чужие руки и его любимую колыбельную будет пить ему какой-то чужой человек но он был еще слишком мал и не имел ни малейшего понятия о том сколько боли может принести такая жестокая потеря а вот с его шестилетней сестрой дела обстояли совершенно иначе вот почему эта милая женщина не могла успокоиться и просто уйти пока ее маленькая дочь так не по-детски и глубоко страдала как же я ее найду я тебя отведу прошлестил ответ только тут я вдруг заметила что когда она двигалась ее тело легко просачивалось через мебель и другие твердые предметы как будто она была соткана из плотного тумана я спросила трудно ли ей здесь находиться она сказала да потому что ей давно пора уходить еще я спросила страшно ли было умирать она сказала что умирать не страшно страшнее наблюдать тех кого оставляешь после себя потому что столько еще хочется им сказать а изменить к сожалению уже ничего нельзя мне было очень ее жаль такую милую но беспомощную и такую несчастную и очень хотелось ей помочь только я к сожалению не знала как на следующий день я спокойно возвращалась домой от своей подруги с которой мы обычно вместе занимались игрой на фортепиано так как своего у меня в то время еще не было как вдруг почувствовав какой-то странный внутренний толчок я ни с того ни с сего свернула на противоположную сторону и пошла по мне совершенно незнакомой улице шла и недолго пока не остановилась у очень приятного домика сплошь окруженного цветником там внутри двора на маленькой игровой площадке сидела грустная совершенно крошечная девочка она была скорее похожа на миниатюрную куклу чем на живого ребенка только эта кукла почему-то была бесконечно печальной сидела она совершенно неподвижно и выглядела ко всему безразличной как будто в тот момент окружающий мир для нее просто не существовал ее зовут Алина прошли с тел внутри меня знакомый голос пожалуйста поговори с ней я подошла к калитке и попробовала открыть ощущение было не из приятных как будто я насильно врывалась в чью-то жизнь не спрашивая на это разрешение но тут я подумала о том какой же несчастной должна была быть бедная вероника и решила рискнуть девчушка подняла на меня свои огромные небесно-голубые глаза и я увидела что они наполнены такой глубокой тоской какой этого крошечного ребенка просто еще никак не должно было быть я подошла к ней очень осторожно боясь спугнуть но девочка совершенно не собиралась пугаться только с удивлением на меня смотрела как будто спрашивая что мне от нее нужно я подсела на край деревянной перегородки и спросила почему она такая грустная она долго не отвечала а потом наконец прошептала сквозь слезы меня мама бросила я ее так люблю наверное я была очень плохой и теперь она больше не вернется я растерялась да и что я могла ей сказать как объяснить я чувствовала что Вероника находится со мной ее боль буквально скрутила меня в твердый жгучий болевой ком и жгла так сильно что стало тяжело дышать мне так хотелось им обеим помочь что я решила будь что будет а не попробовав не уйду я обняла девчушку за ее хрупкие плечики и как можно мягче сказала твоя мама любит тебя больше всего на свете Алина и она просила меня тебе передать что она тебя никогда не бросала значит она теперь живет с тобой ощетинилась девчушка нет она живет там куда ни я ни ты не можем пойти ее земная жизнь здесь с нами кончилась и она теперь живет в другом очень красивом мире из которого может тебя наблюдать но она видит как ты страдаешь и не может отсюда уйти а здесь она уже находиться дольше тоже не может поэтому ей нужна твоя помощь ты хотела бы ей помочь откуда ты все это знаешь почему она разговаривает с тобой я чувствовала что пока еще она мне не верит и не хочет признавать во мне друга и я никак не могла придумать как же объяснить этой маленькой нахохлившейся несчастной девчушке что существует другой далекий мир из которого к сожалению нет возврата сюда и что ее любимая мама говорит со мной не потому что у нее есть выбор а потому что мне просто посчастливилось быть немножечко другой чем все остальные все люди разные Алинушка одни имеют талант к рисованию другие к пению а вот у меня такой особый талант к разговору с теми которые ушли из нашего с тобой мира уже навсегда и твоя мама говорит со мной совсем не потому что я ей нравлюсь а потому что я ее услышала когда больше никто ее услышать не мог и я очень рада что хоть в чем-то могу ей помочь она тебя очень любит и очень страдает от того что ей пришлось уйти ей очень больно тебя оставлять но это не ее выбор ты помнишь она тяжело и долго болела девчушка кивнула вот эта болезнь заставила ее покинуть вас а теперь она должна уйти в свой новый мир в котором она будет жить и для этого она должна быть уверена что ты знаешь как она тебя любит девочка грустно на меня посмотрела и тихо спросила она живет теперь с ангелами папа мне говорил что она теперь живет в таком месте где все как на открытках что мне дарят на рождество и там такие красивые крылатые ангелы почему она не взяла меня с собой это опасно как на открытках на открытках что она